Эта история произошла в Канаде. Мужчина по имени Элли ехал на машине глубокой ночью. Элли немного отлёгся и не заметил, как под колёсами автомобиля оказалась собака. «Я подумал, что это немецкая овчарка или хаски», – вспоминал позднее мужчина. Он очень испугался, когда увидел пострадавшее животное, поэтому решил, что не оставит его на дороге. Тем более, что собака вела себя очень спокойно и даже дала себя погладить. Элли решил положить её в свой автомобиль, опасаясь, что раненое животное могут растерзать хищники. Так как мужчине предстояла ночная смена, он отправился вместе с собакой на завод, где работал. Там Элли встретил коллегу, которому рассказал о происшествии. Заинтересованный мужчина вышел, чтобы взглянуть на пострадавшее животное, и тут же стало ясно, кто на самом деле лежит в машине у Элли. Это был настоящий койот. Несмотря на то, что вел он себя спокойно, это было дикое животное, которое могло отреагировать на человека абсолютно непредсказуемо. Тем не менее, койот пролежал в машине до тех пор, пока Элли не закончил работу. После чего мужчина позвонил в центр реабилитации диких животных и направился прямиком туда. Директор данного центра подтвердил, что это койот, причем самка. Ей было примерно от года до трех, и к счастью, она не сильно пострадала. Животное осталось в данном центре, где потихоньку идет на поправку. Наиболее сильной оказалась травма головы, но состояние койота улучшается. Ожидается, что в течение нескольких недель животное полностью восстановится, после чего ее выпустят в лес. Что же касается Элли, то мужчина проявил огромную смелость, помогая хищнику. Ведь даже, будучи раненым, зверь все равно может напасть. Безопасность человека все-таки в приоритете, убеждена хозяйка центра. Поскольку рисковать здоровьем, спасая лесного жителя, не стоит. Лучше сразу же звонить в реабилитационный центр, чтобы зверем занялись специалисты. Что ж, остается порадоваться, что эта история закончилась хорошо и никто не пострадал. Продолжение следует...